Баста, карапузики. Больше никаких горящих покрышек. April. 04. 2015-2021. Свобода лучше, чем не свобода наличием свободы. S. Украинские патриоты мне еще осенью говорили, вздохни ватник, если нам не понравится правительство, мы устроим третий Майдан. Время идет. Третьего Майдана нет. Получается, украинским патриотам нравится рост тарифов, рост цен на продовольствие и лекарства, отмена льгот. Нет ли в этом некого мазохизма? Пришла весна. И украинские патриоты продолжают утверждать, что они всегда скинут новое правительство, если им надоест. Ведь они теперь не рабы, они рождены Майданом. В Киеве сведомые граждане решили повторить свои прошлогодние действия. Принесли шины под стены кабинета министров. Подожгли. И. Однако незапланированная революционная самодеятельность была немедленно пресечена милицией. Покрышки потушили, поджигатели запаковали в автозак. Еще за одним герростратом правоохранители гонялись по всему городу и все-таки вечером поймали злоумышленника. Странно, а еще год назад разжигание костров достоинства считалось проявлением национального самосознания. А шины на Майдан бизнесмены лично возили на своих Ягуарах и Порше. Автомайдан отбивал задержанных у ментов с помощью бит и цепей, а журналисты выли о произволе кровавой панды. Однако, сейчас попытку поджога Белого дома вместе с Яценюком почему-то объявили не волей народа, а преступлением, которое, оказывается, карается в соответствии сук. Более того, милиции рекомендована не церемониться с нарушителями закона, и она с удовольствием выполняет приказы. А как же Третий Майдан? Как же революция? Разве больше нельзя палить покрышки, как при диктаторе Януковиче? Где Мустафа Наим и правозащитники? Это же мирный протест. Leave a comment, read comments. 52 52